Ну что ж, все-таки я немножко удивлен, хочу благодарить за приглашение принять участие и могу сказать так, что вот предыдущие спикеры уже предвосхитили то, чего я хотел говорить. А говорить я хотел такую вещь, что в последние годы, столкнувшись с модными новомодными течениями, особенно с HFT-течениями и многими другими программами, все время мы уходим от систем, которые могут работать годами, то есть не меняя параметров, не меняя их характеристик и так далее, и так далее, и так далее. Наверное, в этом что-то есть такое, я сейчас покажу со следующим слайдом, почему нас это не устраивает. Ну этот слайд, собственно, представляет для себя блок-схему того, что я буду говорить потом, поэтому я не буду останавливаться на нем, я лишь покажу вот эту стрелочку. Чаще всего такие системы отсеиваются вот на аппликациях, нас не устраивает в этих системах equity. Почему? Ну об этом мы поговорим чуть позже. Ну следующий слайд, в общем-то, слайд объяснений, обозначений, он нужен для того, чтобы понять, что будет изложено на следующих слайдах. Я думаю, что презентацию организаторы раздадут всем участникам. Да, да, нет, мы говорим, что мы для профессионалов, Александр, не стесняемся. Нет, ну здесь просто еще раз говорю, здесь обозначений, поэтому этот слайд можно пропустить. Единственное, я хотел бы пояснить вот эту такую сложную громоздкую формулу FAT. В ней нет ничего сложного, это просто отношение модулей правого, среднего правого, левого хвоста в распределении, которое здесь определено. И, соответственно, берется отношение максимума у этого модуля к минимуму. То есть само по себе это отношение говорит о том, что у нас какой-то из хвостов просто тяжелее. Вообще говоря, нам говорят теории вероятности о благоэтмической торговле и активной торговле вообще. И мы рассуждаем в рамках теории вероятности только по одной простой причине, что предсказать точно даже знак будущего изменения цены невозможно. И тут мы уже попадаем в условия случайности, а у нас единственная наука, которая работает со случайностью, это теория вероятности. Вот теория вероятности нам говорит первое, что вообще говоря, любая активная торговля имеет смысл тогда и только тогда, когда условное распределение будущего прощения цены отличается от безусловного. Условное по всей известной информации. Вот что вообще это, конечно, утверждение из серии «Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным», сколько образ распределения чаще всего просто неизвестно, даже если работает с этим профессионал. Но о чем оно говорит? Оно говорит о том, что наше лучшее, вообще говоря, прогноз будущего, это всегда функция от известного прощения. То есть вот от этого вот «ЛТ». Вопрос, что брать в качестве «ЛТ» – это уже вопрос исследовательский. Но вот всегда, как можно торговать, глядя назад поезда? Вы все время берете данные из прошлого. На самом деле, теория говорит о том, что если мы не имеем точного прогноза, для того, что взять функцию от прошлого, мы ничего лучше не придумываем. Вот о чем говорит этот факт. Но если двинуться чуть дальше, то мы можем упростить существенно нашу задачу. Например, если мы говорим об одном активе, ну, это не обязательно, так сказать, акция или фьючерс. Одним активом, например, может быть спред между двумя портфелями. Если мы торгуем какую-то опционную конструкцию на одном активе, то это тоже один актив, а только ценой актива является волатильность, так называемая, из модели Black & Shoes. Если мы говорим об одном активе, то построить максимальную подоходность системы, если пренебречь расходами на операции, очень просто. Она зависит только от одной характеристики, от именно знака условного среднего вот этого будущего прощения цены. Переход, учет комиссий и держек при торговле тоже решается очень просто. Нам надо взять просто такой горизонт прогнозирования, при котором попадание плюс-минус этой издержки достаточно маленькое. То есть, чем длиннее горизонт, тем, соответственно, попадание в этот интервал будет вероятность этого попадания крайне мала. Соответственно, мы тоже, опять же, можем строить соответственно систему на основе этого правила с максимальной доходностью. Просто для нас уже интервал ноль плюс-минус издержки будет нулем. Вся разница. Единственная проблема, которая возникает в этой ситуации, она связана с тем, что прогнозировать более длинную историю, как правило, сложнее, чем более короткую. Ну, простой пример, если мы имеем цепь Маркова, и после минус единицы у нас с вероятностью 0,8 следует минус единица, а после единицы с вероятностью 0,8 следует единица, то предсказываем на один такт, мы попадаем с вероятностью 0,8. А предсказание уже на четыре такта дает нам правильный знак только с вероятностью 0,59. Ну и вообще это с ростом горизонта прогноза это будет стремиться к 0,5. Поэтому задача построения системы, если не заботятся о риске, задача построения лучшей системы по доходности вообще сводится к задаче просто предсказания трех знаков. Это знака, функция знака, три значения, минус единица, ноль и плюс единица. Ну и если мы все-таки заботимся о риске, то в этом случае как раз возникает вот тот самый коэффициент f от t, а если мы берем некий коэффициент шарпы в качестве характеристики системы или коэффициент сартина, когда мы рассматриваем только отрицательную в области, или коэффициент кальмара, то есть отношение доходности к максимальной просадке, то в этом случае тоже можно говорить о том, какая характеристика собственно даст нам оптимальный вариант. Это вот как раз характеристика, появится некое значение f, такое, что при ft меньше f мы должны становиться в позицию на с позиции по знаку того же среднего, и при ft равном f мы больше либо равном f мы должны становиться так же как в максимальной позиции, в максимальной доходной системе, то есть на полный объем. Вот собственно говоря, что нам говорит теория. Ну честно говоря, последним пунктом я не пользуюсь, поскольку нам очень сложно предсказать ft, и я пытаюсь пойти по пути работы с пунктом 2, но строя разные прогнозы вот этого знака, то есть составая портфель систем. И тем самым можно будет добиваться, от портфеля систем можно добиваться собственно уменьшения просадок, улучшения коэффициентов шарпа и кальмара. Должна быть основана вообще говоря любая система, которая работать будет годами. Она должна быть основана на их закономерности, которые никуда не исчезнут. Вот простейшая закономерность, которая никуда не исчезнет, это так называть как тренд или контртренд. В чем заключается, в чем, как можно определить тренд? Тренд можно определить, как среднее произведение двух соседних знаков будет больше нуля. В этом случае знак, средний знак и следующее превращение будет равно знаку предыдущего. Контртренд его можно определить как меньше нуля. В этом случае оно будет противоположным. Тем самым мы сразу получаем, что вот тренд и контртренд нам дают возможность строить систему с максимальным доходностью. Очень просто. Проблема только в одном, что понять, что сейчас на рынке. То есть понять, какое из этих соотношений сейчас работает. И эта проблема достаточно сложная, как выясняется. Еще если мы возьмем третье соотношение, когда среднее равно нулю, то мы получаем полную систему событий. И поэтому от трендов, контртрендов и нуля мы никуда не денемся. Ну, чтобы делать в нуле, это достаточно сложная задача, но если предположить, что в нуле как раз не надо торговать вообще, то есть распределение условное равно безусловное, то в этом случае в нуле мы должны быть ваут. И, собственно, вся задача построения торговой системы сводится к развлечению трех вот этих состояний. Ну, и эти же состояния нам диктуют сразу оптимальные правила. Тренд – это давай прибыли течек, быстро фиксируя убытки. Почему? Потому что движение в нашу сторону, вероятность его продолжения будет более высокая. И, соответственно, если пошло в нашу сторону, мы должны продолжать находиться в этой же позиции. Если пошло против нас, мы должны быстро зафиксировать позицию, поскольку дальше движение наоборот будет более вероятным. А вот в контртренде совершенно другой принцип. Если пошло против нас, мы должны остаться в позиции, потому что движение в нашу сторону более вероятное. И наоборот, если пошло в нашу сторону, мы должны скорее зафиксировать, поскольку движение в обратную сторону более вероятное. Получаем два противоположных принципа. Причем вот этот принцип всегда дай прибыли течь, он всегда описывается во всех учебниках по торговле. Вот почему-то забывая, что у нас может быть противоположный рынок, и ситуация может привести к тому, что в этой ситуации у нас просто мы будем проигрывать, если будем давать прибыль течь, торгуя контр... Лучше мы идти в нуле, да. Да, в нуле как раз мы не будем. Мы абсолютно точно будем иметь отрицательные средства по торговле. По торговле вопрос его размера. И еще добавим туда еще и наши операции, которые дадут еще дополнительные минусы. Когда ноль у нас, коль, да, произведение, если мы там торгуем, все наши издержки, это вот все наши убытки, ноль минус издержки. А если контртренд, то это еще ноль и еще ноль, и еще минус, и еще минус. Ну, вообще говоря, сложная задача выделения трендов для рынка. Почему? Потому что вот если посмотреть, я разбил тут наш индекс РТС по периодам примерно год, и взял, скажем так, вероятность тренда, соответственно, вверх и вниз, и вероятность контртренда таким образом, что на случайное блуждание их статистика должна быть вот такая, ну, в среднем, естественно. Вот получилось так, что во все годы распределения тренда не сверху, и тренда нет, они отличаются существенно, почти во все периоды, отличаются существенно от вот этого распределения. То есть у нас наблюдается некое отличие, наличие тренда случайного блуждания со средним ноль. Ну, кто-то может сказать, почему? Ну, рынки же падают и растут, понятно, что у вас там все отличается. Нет, все хитрее. Если мы рассмотрим чисто центральный область, с которой у среднего случайного блуждания со средним ноль должна 0,75 быть, то вероятность ошибиться, сказав, что она не 0,75, весьма и весьма велика. Вот это последний столбик. Значит, получается, что вообще говоря, наши рынки, ну, все формулы для этого у меня приведены в ссылке в моем видео, которое распределено на YouTube. Наши рынки, вообще говоря, если вот идет растущий рынок, если пренебречь колебаниями относительно вот этих средних, он выглядит как голубая линия, а не как зеленая, потому что колебания идут не относительно зеленой линии, а относительно голубой. Ну, это, соответственно, падающий рынок тоже, соответственно, выглядит вот таким вот образом. Здесь я не стал уже рисовать линию вниз. О чем это говорит? О том, что вот уже есть закономерность, на которой строить системы, которые не исчезнут. Здесь вопрос в том, чтобы, как вот определить вот эти движения, как вовремя вот здесь торговать шорт, вот здесь торговать лон. Это самое сложное, конечно, но об этом примере, об одной закономерности, как это можно сделать, я расскажу чуть позже, буквально через минуту. Ну, еще одна очень важная, так сказать, характеристика рынка – это волатильность. Что характеризует волатильность? Ну, волатильность характеризует вот размер вот этих вот движений. Конечно, чем они больше, тем и чем лучше мы их выявляем, тем лучше мы зарабатываем. Конечно, если волатильность на всей истории разбить на некие классы, ну, я в данном случае пользовался простейшей программой СПСС, которая дает нам возможность пастеризации, и посмотреть долю того или иного класса волатильности, ну, вот она у меня получилась, разбила на четыре класса, сирийская, высокая, кризисная. Эти существенные, видно, что они существенно отличаются по годам. Мы видим, что вот в кризис 2008 года значительную долю занимала кризисная волатильность, высокая волатильность была вот высока и в девятом году, но в десятом году, в тринадцатом году она вообще для индекса РТС была нуль. За тысячу долю. Да, то есть она вообще упала. Кстати говоря, в прошлом году она тоже была нулю, равна для индекса РТС. Сейчас в этом году как раз у нас появилась достаточно небольшая, но, конечно, не как кризис 2008, вот в марте и апреле была примерно два месяца кризисная волатильность. Что получается вообще, говорят, для вот этих играющих систем? Ну, во-первых, относительная простота взаимосвязи, потому что сложные взаимосвязи тенденцию исчезать. Почему? Потому что это, как правильно сказал Яков, это, во-первых, курвей фитинг, это переподгонка, а вторая ситуация, это то, что их вот ищут. Их ищут большие, их ищут маленькие. Почему все КФТ-шкинки жалуют, что их системы ломаются очень быстро. Вторая причина, по которой может быть работать долгосрочная система, это невысокая доходность для маленьких счетов. То есть для тех, кто пришел сделать из 10 тысяч миллионов за пять лет, это не подходит, это не получится. И не слишком высокая емкость для больших. Почему? Потому что у больших есть мощности по исследованию. Естественно, любая стратегия, которая залезет в миллиарды долларов, она тут же большими будет использоваться. Поэтому емкость, конечно, должна быть относительно меньше. Ну и как уже мы видели, ситуация меняется на рынке, поэтому мы можем используя простые взаимосвязи, попасть на ситуацию, когда эти взаимосвязи, будут, частота их появления резко упадет. Поэтому будут относительно длинные просадки. Это сразу приводит к тому, что вообще говоря, коэффициент шага добиться таких систем высокого коэффициента шага сложно. Он не более чем в два раза больше, чем у бенчмарков. Ну, для сравнения уже приводилось. Я могу сказать, что коэффициент шарпа у S&P 500 за последние, с 93-го года составляет 0,6. То есть, если мы говорим об американской стратегии на американском рынке, то коэффициент шарпа больше 1,2, вот таких стратегий не получится. У нас, с конца 2007-го года, у индекса московской биржи вообще 0,3. То есть, даже на один рассчитывать не приходится, если мы говорим о стратегии, которая хочет работать с квазным периодом. Ну и, конечно, невысокий профи-фактор. Ну, это, опять же, следствие коэффициента шарпа, в общем-то. Он вряд ли произойдет больше двух, а чаще всего будет лежать от единицы до полутора. Но он не может быть меньше единицы, поскольку эта система, она должна обыгрывать рынок на протяжении, там, ну, за периодом в несколько лет стабильно. Ну и последняя, конечно, достойность такого рода системы, это проигрыш растущему рынку по доходу. Ну, давайте для примера просто рассмотрим одну закономерность, которая существует в Америке уже достаточно давно. Это небольшая идеальная торговая система, о которой я неоднократно говорил в конференциях, только лонг. Если мы в ауте, то мы входим в лонг при выполнении двух условий, двух неравенств, вот таких, это белая свеча и рост хайп-слово пополам в этот день по цене максимума закрытия хайп-слово пополам. Ну, мне всегда говорят, заглядывание вперед. Да, заглядывание есть, но нам надо сделать два бинарных прогноза. Смотрите, нам нужно сделать данный прогноз света свечи, но у нас две свечи будут либо белые, либо черные. И второе нам, почему вот этого неравенства превращается в бинарный прогноз? Если мы предположим, что минимум дня уже достигнут, то мы сразу получим уровень, при котором у нас будет выполнено условие. Почему? Потому что пробив некую цену вверх, мы всегда будем иметь максимум больше этой цены. То есть, практически, мы делаем два бинарных прогноза. Ну, и выход из системы, если у нас на черной свече по цене минимума закрытия хайп-слово пополам. Подчеркну, мой опыт, я вообще всегда стремился создать систему, приближающуюся к этой, показал, что сложнее прогнозировать цвет свечи, чем предсказать, что минимум дня уже достигнут. Вот ошибок в свете свечи гораздо больше. Это мой опыт построения приближения к этим системам. Поэтому будем рассматривать не саму результат системы, а все деленное на два. То есть, мы умножим на два просадки и доходность. Что получается? Вот получается, что это данные, которые нам дает Яхо Финанс по SPA, это 29 января 1993 года, по 11 сентября я обновил все данные. Если мы наложим на наши сделки проскальзывание 0,07%, а к чему это приводит? Это объем, в SPA это объем примерно 40-60 миллионов долларов. То есть, больше в такого рода торговлю вложить невозможно. Это к вопросу о том, что долгосрочная система может давать, потому что она не даст больше, чем 40-60 миллионов долларов. Единственное преимущество это работать с большим количеством активов. В каждый актив там сунуть по десятку-двум, потому что SPA это вообще самый ликвидный актив и больше он не съест. Вот. Тогда видно, что она система чуть-чуть обогнала по доходности тот же самый SPA с дивидендами, но я добавил, естественно, дивиденды. Видно, что она превзошла по доходности, среднегодовой доходности чуть-чуть, но лучше, конечно, по просадкам. Причем просадка вот у нее максимальная была достигнута именно на коронавирусе, а не в кризис 2008 года, как у индекса S&P 500. Но если мы перейдем к более такому длительному периоду, я уже сказал, что в целом мы превзошли на 2% годовых. Как видите, не очень сильно. И, конечно, с такой доходностью из 10 тысяч сделать миллион за 5 лет не получится. С такой доходностью. Вот. Но если посмотреть растущий рынок в 2010-20, то мы видим, что опять же у этой закономерности то самое свойство, о котором я говорил, это проигрыш растущего рынка. Да, мы можем это подровнять с помощью плеча, но в этом случае мы умерим риск, который, в общем-то, и так оказался у нас не маленький, а 30%. Но, тем не менее, как видите, закономерно существуют годы, и к ней можно существовать. Она существует годы, и именно по тем причинам, что она неинтересна тем, кто пришел на рынок, чтобы сделать 10 тысяч из 10 тысяч миллионов за 5 лет, и неинтересна тем, кто управляет десятками миллиардов долларов. Но она существует, и уже существует, как видите, 27 лет, и я думаю, что она просуществует еще столько. Вот на такого рода закономерностях, достаточно простых, можно строить те системы, которые будут работать годами. И что хорошо в этой системе, это то, что такого рода системы, они хорошо ложатся в разного рода программы автоследования. Почему? Потому что ХФТ практически с помощью программы автоследования не повторит. ну и такого рода системы работают, конечно, на хорошую волатильность. Это вот кризис 2008 года, когда доходность все-таки на падение рынка. Я специально взял данные от максимума до минимума, поэтому здесь совпадение просадки и результата. То в этом случае доходность, как мы видим, можем получить положительную даже с просадкой гораздо меньше, чем рынок. Ну и вот если по годам опять же посмотреть, как она выглядела по годам, то мы видим, что все-таки все меняется по годам. Если, например, до окончания кризиса даткомов мы часто имели доходность в районе 20% годовых, то такая доходность после кризиса даткомов, как видите, крайне редкая. Единственное исключение это 2009 год, но мы помним, что тогда было. Ну и, конечно, мы видим ситуацию, когда на хорошо растущем рынке эта система проигрывает рынку по доходности. Все это, конечно, создает для подобного рода системы некая, скажем так, некомфортность их торговли, поэтому торговать их достаточно некомфортно. Но, тем не менее, я хотел бы подчеркнуть, эти системы, во-первых, будут хороши для автоследования, поэтому авторам, те, кто хочет себя использовать в их стратегиях автоследования, я бы рекомендовал обратить внимание, не стоит обращать внимание на некие плохие характеристики. и вторая ситуация, это то, что эти системы достаточно дешевы с точки зрения создания и обслуживания, с точки зрения программного обеспечения, то есть не требуется серьезного знания программного анализа, можно использовать уже известные IP, там, так сказать, тоже интерактив брокерс или квика, то есть не надо лезть в такие дебри, таких прямого доступа и аренды серверов. Это тоже для частного инвестора очень важно, если человек сам хочет заниматься собственно непосредственно разработкой стратегии, то я думаю, что эти стратегии не стоит сбрасывать со счетов. Ну, а реализовать себя в качестве клиентов он может через систему автоследования, где его стратегии не будут включены администрации за несоответствие результатов с автоследованием. Ну, вот, поэтому я хотел бы все-таки обратить внимание слушателей на подобного рода стратегии, что не всегда коэффициент шарпа меньше единицы, это плохо. Может быть, это хорошо и может это реализовать, вас реализовать в этом. Ну, единственное, что я могу сказать, что у меня, я торгую в основном такие стратегии, но, правда, здесь небольшое лукавство. Если бы я не начал торговать системно в конце 98-го года, первую свою системную сделку я совершил 4 октября 1998-го, 1998-го года, то, наверное, я бы тоже, как и все, и обратил внимание на подобные системы. Но тогда было другое время, тогда были другие доходности, это было видно на предыдущем слайде, и поэтому эти системы давали неплохой результат. Вот ситуация. Но я просто хочу обратить внимание, что нельзя отказываться от систем, которые на протяжении нескольких лет по соотношению доходности риска и бетчмарка, они тоже имеют право на существование. И не просто право, но еще и в некоторых случаях они более эффективны, чем более доходные системы. Вот все, что я хотел сказать. Спасибо большое, Александр. Я бы задал, воспользуясь правом своим модератором нашей конференции, тут на самом деле вопрос задан мне, но я просто уже устал на него отвечать в частных беседах, и я подозреваю, что это один из наших клиентов, но он такой общий вопрос. Хотел бы вас привлечь, вот как бы вы ответили на этот вопрос. Значит, вопрос такой, он ко мне задан, что я во всех своих выступлениях говорю, что наши алгоритмы очень плохо работают, когда нет тренда, хотя я такого очевидно не говорю, я говорю, что когда нет устраивающий нас периодного тренда, то есть там вот тех самых двухдневного тренда. На вопрос звучит так, что мешает вам отключать вообще ваши алгоритмы в те дни, когда нет тренда и покупать УФЗ, например, или другие облигации. Так, боковик на российском рынке в течение всего лета привел к тому, что почти каждый месяц приносил по вашим стратегиям попыток в 3-5% каждый из трех месяцев. Ну, или вы могли бы обучать два набора алгоритмов, один для боковика, другой для трендового рынка, и переключаться между этими двумя наборами в зависимости от того, какой сейчас рынок. это привело бы к намного большей доходности. Вот как бы вы ответили на этот вопрос? Вопрос-то в том, что в том-то и дело, что у меня нет переключателя. Что встречалось, то встречалось раньше больше. Переключателей нет. Ну, вернее, эффективную. Нет, я работал над этим. Думал, фильтр пилы, как так называемый, и даже социальную систему на коротких периодах. Но контртрендовая система доходности. Да, к сожалению, российский рынок в контртрендовых системах очень сложно прочитываться. И то и работает на российском рынке точно практически 90% наших алгоритмов только трендовый. Но я думаю, что вы там в этом убедились, как никто другой. И мы с вами все вместе проходили эти годы. Поэтому спасибо огромное за выступление, Александр. Очень приятно было с вами впервые вот так онлайн пообщаться и послушать. Спасибо вам еще раз за успехов в вашей работе. И спасибо за все, что вы делаете, за все, что вы пишете. Я вас всем рекомендую подписаться на Александра и в его стратегиях на Финами, и в его Фейсбуке, где вот пишутся. Я думаю, что очень много для чего себя подчеркнут те, кто вот встает на этот путь, ну, как минимум от образованного человека. спасибо вам, Александр, большое. Михаил, только единственное, хотел бы вас поправить. Я не автор ни одной книги. Михаил, можно я скажу, я не автор ни одной книги, ни монографии. У меня только есть научные статьи. Ну, хорошо, научные статьи, вы знаете, я как человек, закончивший всех вас понимаю и даже щепетилен в этих определениях, но для нашей современной молодежи это будем называть это все контентом. Будем все это называть годным контентом на языке наших молодых слушателей. Поэтому вот рекомендую вам автора годного контента в виде статей, в виде, ну, практически в любом виде. Спасибо, Александр.